Всем добрый вечер, с вами Никита Петров и наверняка сегодняшнее видео для большей части моих зрителей станет достаточно серьезной неожиданностью Дело в том, что около двух лет назад я записывал серию видео уроков видео лекции за черных по славянской защите в надежде создать, точнее предложить полный репертуар который позволял бы эффективно бороться против первого хода белых D4 Ну, конечно, славянка это дебют с крайне обширной теорией причем эта теория постоянно дополняется, развивается Задача эта оказалась очень сложной на данный момент серия этих видео лекций не завершена я по-прежнему не оставил идеи все-таки покрыть все основные возражения белых на славянскую защиту и вот спустя два года, точнее чуть менее чем два года выходит очередная часть этой серии видео посвящена она будет очень актуальному варианту возможно, тем и зрители, чей рейтинг превышает уровень 2200 или 2300 посчитают эту часть видеосерии наиболее полезной потому что речь пойдет о варианте с девятым ходом белых H4 который появился, возник совсем недавно но на данный момент приносит белым очень хорошие результаты согласно мегабазе процент набранных очков для белых доходит практически до 70 и черные, по крайней мере на практике, пока не смогли предложить полноценный антидот против этого варианта что, конечно, довольно неожиданно, потому что сам по себе девятый ход H4 выглядит достаточно нестандартно и, ну, крайне говоря, визуальное ощущение от него остается такое что белые не должны серьезно претендовать на перевес но, как мы знаем, в шахматах часто первое впечатление бывает обманчивым ну, давайте, собственно, перейдем к ходам этот вариант возникает в одном из основных продолжений в славянской защите напомню, что в предыдущих частях данной серии видео я рекомендовал ход DC и, конечно, продолжаю его рекомендовать в черных есть ряд других возможностей, но мы не будем на них останавливаться тем более, обо всем этом я уже говорил во второй из предыдущих частях видеосерии А4 слон Ф5 здесь у белых, опять-таки, есть три основные возможности это КНЕ5 Е3 и КНХ4 о ходах Е3 и КНХ4 я, на самом деле, еще не говорил в рамках данной серии видеоуроков но, безусловно, оба эти хода на очереди в следующих видео сейчас мы продолжим обсуждать ход КНЕ5 ход, наверное, все-таки самый основной, самый опасный для черных я рекомендую здесь КНД7, КНХ4 ну, и вот так называемый вариант Ивана Соколова, КНБ6 КНЕ5 у белых есть некоторые альтернативы, но большей частью этих альтернатив я уже поговорил в предыдущей части поэтому не буду серьезно останавливаться здесь, опять-таки, у белых широкий выбор можно сыграть слон Ж5, Ж3 Е3 ну, и, конечно, главным ходом до сих пор остается ход Ф3 но в 2015 году творческий тандем шахматистов именно Антон Коробов и Денис Хисматуллин оба очень сильные и, самое главное, очень креативные игрозмейстеры они придумали, я уверен, что придумали без помощи движка потому что ни один из популярных современных движков он не выводит ход H4 на первой линии, по крайней мере на небольшой глубине ну, так вот, они придумали идею, которая связана с ходом H4 и первым, как раз-таки, ее протестировал Антон Коробов весной 2015 года одержал уверенную победу в личном чемпионате Европы ну, а второй или третий жертвой этого варианта стал автор данного видео также примерно два года назад как раз-таки, незадолго после того, как была записана одна из предыдущих частей этой серии видео мне пришлось играть черными против польского шахматиста польского игрозмейстера Дариуша Сверча и он сыграл против меня H4 разумеется, мне пришлось разбираться за доской довольно быстро я осознал, что ход далеко не так глуп, как он как он кажется на первый взгляд тем не менее, достойного сопротивления я оказать не смог проиграл достаточно быстро и в разгромном стиле ну, разумеется, с тех пор была проделана некоторая домашняя работа и у черных все-таки дела не настолько плохи тем не менее, к ходу H4 нужно отнестись очень серьезно скажу, что против меня в серьезных классических партиях этот ход применяли еще два раза результаты были несколько лучше мне удалось сделать ничью против я хочу сказать советского шахматиста но безусловно уже достаточно давно славянского шахматиста Александра Белявского ну и также обыграть немецкого мастера Фиде Малте Колпе ну, об этом это, я думаю, тема для отдельного видео или, возможно, об этом вообще не стоит снимать никакого видео намного важнее то, как черным стоит реагировать на ход H4 и в чем вообще идея этого хода потому что, повторюсь, первое впечатление от него весьма своеобразное чтобы лучше понять смысл хода H4 давайте вспомним, как черным лучше всего реагировать на основной ход F3 потому что в чем-то эти два хода H4 и F3, они перекликаются так вот, после F3, напомню, что основной ход за черный конь D7 здесь белые чаще всего берут на D7 и после конь D7 E4, слон G6 там есть довольно обширный пласт теории ну и также в предыдущем видео я, помимо этого пласта теории, еще предложил некоторые собственные анализы так или иначе, на мой взгляд, у черных там нет больших проблем но год Е4 неведенный, скорее всего, еще слабее потому что черные должны черные могут, точнее, взять конем на Е5 и в случае Еф конь просто отступает обратно в дальнейшем черные получают довольно достойную контр-ыгру с помощью хода G6 мы видим, что на D4 слабость также пешка F3 не украшает позицию белых слон выходит на G7 конь с D7, видимо, идет на F6 потом на D5 у черных есть полноценная контр-ыгра то есть после конь с D7 ход Е4 для черных совершенно не опасен теперь посмотрим, что происходит после H4 на первый взгляд, наиболее напрашивающейся реакцией за черных является по аналогии с ходом F3 также ход конь с D7 тем не менее, это серьезная ошибка подчеркиваю, что я не рекомендую играть конь с D7 скорее всего, этот ход довольно слабый и белые могут подчеркнуть слабость этого хода сыграв Е4 но опять-таки отступать с ломом очень обидно и явно не уравнивает то есть, вроде бы, надо брать конем на D5 тогда после EF выясняется, в чем разница между ходами F3 и ходом H4 черные все равно, видимо, должны возвращать коня на D7 ну и теперь, во-первых нужно заметить, что белая пешка F она осталась на своей начальной клетке таким образом поля Е3 и шатрения не ослаблены также в будущем король белых будет в относительной безопасности ну и второе обстоятельство, которое даже более важно белые могут получить очень серьезный позиционный перерез сыграв H5 видим, что неожиданно черный слон на F8 оказывается замурован то есть сыграть G6 нельзя сыграть Е6 можно, но не хочется потому что черные меняют сдвоенную пешку белых задают себе слабость если честно, я не удивлюсь, если окажется, что эта полиция уже проиграна за черных по крайней мере, на практике защищаться здесь очень тяжело поэтому в ответ на H4 и конь F на D7 играть нельзя но понятное дело, что в этой структуре попытка размена белого коня на Е5 это одна из основных идей черных и в принципе, без нее обойтись будет довольно тяжело и придумать какие-то альтернативы ходу конь F7 разумные и так уж легко тем не менее, они есть и против Александра Беляскова я попробовал сыграть Е6 достаточно интересный бренд в принципе, вы можете его использовать как, скажем так, запасное оружие к сожалению, скорее всего, он все-таки не уравнивает по той причине, что после F3 слан Е7 Е4 и конь H5 здесь белые могут рискнуть могут забрать слану на F5 после слану на H4 получаются довольно интересные варианты но, к сожалению все-таки черные, видимо, не уравнивают поэтому для данного видео ну и сразу скажу, что если мне встретиться этот вариант и в своих будущих партиях я не буду радить Е6 скорее всего, я изберу вот так ход А6 ну и, по крайней мере вам я точно порекомендую ход А6 он достаточно надежный но тоже приводит к очень живым позициям по большому счету, конечно, белые здесь могут продолжать игру по-разному они могут сыграть Е3 могут, наверное, сыграть Ж3 но эти ходы не имеют большого смысла и, что даже более важно они нивелируют саму вот эту идею которая связана с ходом H4 если белые уже сыграли H4 по идее они должны говорить B и играть F3 после F3 черный отвечает конь F на D7 опять-таки стандартная идея для варианта Соколова Е4 мы видим, что опять все не так просто хотелось бы взять на Е5 но после Е в конь D7 да, белая пешка расположена на F3 не очень удачно но, к сожалению, белые все равно могут сыграть H5 и зафиксировать черного слона на F8 мы уже я уже затрагивал похожую идею дела черных здесь довольно плохи поэтому ответ на Е4 приходится играть слон H7 казалось бы, не совсем понятно, чего добились белые да, они включили ХД H4 и H6 теперь черный слон не отошел на H6 отошел на H7 но все равно конь на Е5 под боем кажется, что нужно брать на на D7 но не совсем понятно что это дает белым к тому же и ход H4 в перспективе ослабляет королевский фланг ну вот оказывается, что у белых все-таки есть здесь идея, которая оправдывает ход H4 белые могут исполнить ее сразу могут выждать буквально пол хода в партии против меня Малте Колпе немецкий шаматист избрал здесь ход конь Д3 и по большому счету это один из двух сильнейших ходов после конь Д3 Е6 белых по большому счету нет какого-либо разумного продолжения кроме хода слон Е3 и поэтому возможно белым есть смысл исполнять все те же самые ходы в другом порядке то есть начать с хода слон Е3 теперь можно взять на Е5 после ДЕ оказывается, что грозит ФБД8 с выигрышей фигуры если черный кинтурбер спасает фигуру например, играет в РЦ7 у белых есть очень сильное продолжение Е6 после чего опять-таки слон на Е8 проблемная фигура остается замурованной у белых здесь скорее всего решающий позиционный перерез поэтому конь ДЕ5 играть не стоит и логично ответить Е6 после Е6 конь ДЕ5 уже вполне реальная угроза ответ на ДЕ черный готовы сыграть конь Д7 не допуская продвижения Е5 Е6 поэтому белым нужно что-то решать по поводу коня на Е5 и безусловно они могут взять на Д7 после конь Д7 по мероприям ФБ3 слон Б4 у черных здесь полноправная игра в принципе это очень важно понимать что в этом варианте славянской защиты размер одной пары легких фигур он крайне выгоден черным потому что мы видим что у белых некоторый пространственный перевес фигур черных не так много полей но зато у белых есть ряд структурных недостатков которые в принципе легко заметны слабости на королевском фланге может быть что даже более важно слабости на ферзевом фланге которые в будущем сражутся но для того чтобы не сказались черные фигуры должны занять более-менее пристойные поля которых у них не так много вот в данном случае помогает тот факт что уже один конь разменен и черным не приходится сильно стараться для того чтобы найти для него какую-то приемлемую стоянку конечно после слабости 4 нужно вкратце рассмотреть позицию которая получается после 3-0 2-0 она достаточно острая в белых есть некоторые атакующие перспективы на королевском фланге но конкретный анализ здесь показывает что например после g4 ферзи 7 g5 да белые вроде бы первые создали какие-то неприятности для черных на королевском фланге но конечно черные просто запирают вертикали ну и после сланги 2 кажется что белые готовы к каких-то вариантах сыграть f4 привязаться к пешке аж но черные могут сыграть на опережение сыграть b5 у них здесь полноправная контр-игра конечно этот вариант далеко не форсированный но по большому счету не думаю что стоит так много времени уделять взятию на d7 потому что по-настоящему опасный ход для черных после коня f на d7 прошу прощения после e6 это конечно код d3 ход выглядит немного неуклюже код на d3 расположен не лучшим образом но таким образом белые высвечивают тот факт что черный конь на b6 расположен еще хуже то есть коня на b6 практически нет ни одной разумной клетки и также он путается под ногами под копытами точнее у своего компаньона на d7 тем не менее конкретный анализ показывает что скорее всего перспективы черных в этой позиции достаточно радужные я рекомендую играть с лундая 6 ну и вот это пожалуй табиа всего варианта сделано уже 13 ходов и я уверен что эта позиция будет тестироваться еще во многих сотнях партий но пока партии в базе на тему этой позиции всего лишь несколько десятков если не сказать около одного десятка с лундая 6 черные создали непосредственно угрозу шаха на g3 белые ну вряд ли могут ее игнорировать потому что если они сделают какой-либо пассивный ход после слона g3 придется менять чернопольных слонов и черные с радостью их разменяют после чего ослабнет пункт d4 а также повторюсь черные в принципе выгодны размена легких фигур в этой позиции потому что они будут означать то что им станет легче дышать поэтому у белых не такой широкий выбор и в основном на практике поменялись два хода это слон f2 и кунь e2 начнем пожалуй с хода слон f2 потому что он менее опасен для черных у них здесь есть очень достойное возражение это ход fc7 опять-таки создавая угрозу ну или правильнее сказать идею вторым со слоном на g3 и разменять чернополов белые на самом деле не могут этой идее поменьшать потому что ну e5 вот практически всегда очень слабый можно сыграть слон b4 с хорошими перспективами ну даже проще слон e7 после чего белые серьезно пожалеют о том что они отдали черном в полное владение пункт d5 конечно квалифицированная шахматиста e5 здесь не сыграет после какого-либо более разумного продолжения например на dc1 выглядит крайне естественно белые создают угрозу конь b5 черные продолжают собственную идею играют слон g3 вот эта партия встретилась на практике ровно однажды белые сыграли fd2 и черные продолжили игру пожалуй не оптимальным образом я уже вместо этого порекомендую просто играть 2-0 белым не так легко сделать следующий ход слон e2 играть не хочется из-за слона b2 то есть вроде бы надо взять fg3 fg2 ну и вот важный момент запомните что в этом варианте в принципе в похожей структуре пока черные не добились каких-либо прорывов в центре размен ферзей им не выгоден то есть размен легких фигур он выгоден размен ферзей нет потому что вот в примерной варианте после ферзи f2 король f2 черным будет довольно тяжело наладить контур все-таки у белых есть преимущество некоторое преобладание в центре но что намного важнее слону на h7 будет очень тяжело ожить в этой позиции потому что при ферзях на доске черные в каких-то вариантах могут рассматривать идею f7 f5 подчеркивая не самое удачное расположение белого короля в центре без ферзей добиться продвижения f7 f5 в комфортной обстановке для черных намного сложнее то есть здесь у белых устойчивый перевес но к счастью после ферзи f2 есть более сильные ходы компьютер вообще рекомендует сыграть fc7 прямо под белый f1 c1 но по-человечески так играть не очень хочется я вот поэкономил все-таки fd6 тоже вполне нормальное действие и после f2 такой довольно неожиданный ход f7 заранее уходя из-под возможного e4 e5 казалось бы в чем идея и зачем белому вообще играть e4 e5 сейчас это станет более понятно если белые здесь делают наиболее естественный ход 2-0 черные проводят одну из типичных ходей врат они играют f5 после чего слон на h7 начинает работать на полную катушку если белый отвечает e5 представьте при черном ферзи на d6 ему пришлось бы уходить например на e7 после этого белые сыграли бы кунь f4 или даже просто f4 и зафиксировали бы черного слона h7 на довольно плохую диагональ ему пришлось бы упираться в собственную пешку здесь же получается что ферзь заранее ушел из-под боя черный играет f4 получает позицию с полноценной контр-игрой на самом деле я думаю даже с некоторым перевесом поэтому после ферзи 7 в ход 2-0 не самый удачный но и f4 тоже здесь не приносит полного облегчения у черных есть интересная тактическая идея которая которую следует запомнить после коня f6 играть e5 не хочется наиболее разумным выглядит слон f3 и вот здесь конь на b6 который пожалуй является одной из самых плохих фигур черных в этом районе он так вот вступает в бой пользуясь тем обстоятельствам что у белых подвисает на d3 опять-таки черным здесь точнее белым здесь придется соблюдать некоторую аккуратность чтобы поддержать равновесие то есть вывод такой что в принципе ход слон f2 для черных достаточно не опасен но прежде чем мы с ним распрощаемся все-таки давайте посмотрим то что компьютер считает первой линии за белых то есть после f7 ладья c1 слон g3 вместо fd2 который был избран в единственной партии из тех что есть в базе на тему вот этого варианта компьютер рекомендует ход fb3 но также не ставит перед черными каких-то запредельных проблем то есть можно просто ракировать опять-таки белым тяжело найти какой-либо продуктивный следующий ход рекомендация движка здесь код g2 ну вот с этой идеей перевести коня с c3 на e2 а потом возможно на f4 мы еще встретимся намного более опасной для черных редакции есть же после c2 король f2 e5 черные осуществляют другой важнейший прорыв в этом варианте и вообще в этой структуре после dc нельзя сразу брать на e5 по той причине что подвисает на b6 после хода ладья на e8 черных полный порядок а белых подводит к положению их короля на f2 опять-таки позиция должна быть примерно равной но в практической партии я бы без сомнения взял черных прежде чем мы посмотрим вот это на d6 главный ход конь d2 я вкратце упомяну ход ладья h3 который пока не встречался ни в одной партии тем не менее ход достаточно интересный и наверное было бы неплохо быть к нему по крайней мере по минимуму готовым самая разумная это черных это ферзи 7 слон e2 конечно играть слон e2 не хочется вот как я подчеркнул что таким образом белые отнимают у себя вот эта вот идея перевести перевести своего коня через e2 на f4 с другой стороны раз уж белые сыграли ладья h3 и защитили пункт g3 ладью то казалось бы нет большого смысла тратить темп на то чтобы вести коня на поле e2 и еще конем избыточно защищать это поле g3 то есть определенная логика в ходе слона e2 все-таки есть ну вот после 2-0 белых здесь сразу скажу что есть большое количество продолжений все их смотреть просто нецелесообразно я выделил 2 можно сыграть h5 попытаться зафиксировать королевский фланг черных но после этого работает тот прорыв о котором мы еще пока не говорили в рамках данного видео то есть не e5 не f5 а именно c5 после чего пожалуй сильнейшим за белых является ход p5 но все равно здесь черные получают достойную контр-рагру вот в таком примерном варианте если же белые здесь не упрямствуют играют dc после конца 5 ну вот примерного размена да у черных пока плохой слон на h7 но если мы приглядимся к позиции мы поймем что белым здесь нужно играть очень точно чтобы не проиграть потому что одна ладья идет на d8 вторая ладья идет на c8 белый король на e1 плохой ладья на h3 не участвует в борьбе а черные в какой-то момент все-таки сыграют f5 слон h7 заработает то есть это тот сценарий к которому черными в данном варианте стремятся конечно h5 это ворота и сильнейшее продолжение может быть более сильный ход это ферз b3 опять-таки с этой идеей мы еще встретимся в варианте с 14-м ходом конь e2 ну здесь она имеет некоторый смысл то есть белые во-первых пригвождают скажем так черного коня к полю b6 теперь он не может прыгнуть на c4 ну и заодно таким вот длинным рингеном посматривают на черного короля на g8 опять-таки я даю вариант здесь который ни в коем случае не является форсированным но тем не менее достаточно интересный вариант который показывает некоторые идеи и за белых и за черных король на g8 черные при случае создают идею сыграть f6 слон g8 и e5 подчеркивая ну скажем так спорное расположение белого ферзяна b3 тем не менее после короля h8 у белого здесь есть конкретная идея которой они могут создать некоторые проблемы это g4 следующий ход будет g5 если белому удастся сыграть g5 без помех то слон h7 застрянет на этой незавидной клетке навсегда видимо нужно играть f6 казалось бы белым успевает провести g5 ну и вот здесь идея с которой мы уже знакомы это конь d5 в данном случае конечно эта идея намного намного более сложной обработки и далеко не сразу понятно за что вообще черные дают фигу конечно если сейчас белые просто ведут слона черные безнаказанно переставят своего ужасного коня с b6 на отличную клетку b4 у них не будет никаких проблем то есть принципиально взять d5 но вот здесь это конечно чисто компьютерная идея что черные получают несмотря на не самое активное расположение своих фигур они тем не менее получают отличную компенсацию ed нельзя вводить слона по причине по той причине что возникнет связка по вертикали и черные заберут на d3 то есть проблему с слоном нужно каким-то образом решать это не так легко f4 практически всегда наталкивается на слон f5 или даже на слон d3 слон d3 слон f4 ходы королем наталкиваются на ладья а на e8 то есть логично выгодит конь d1 казалось бы надежно защищая собственно слона e3 но здесь черные могут в принципе в достаточно неторопливой манерии продолжать наступление начать с хода ладья а на e8 подтягивая еще одну фигуру в бой прежнему белому нелегко раскрутиться если здесь продолжить компьютерную линию то мы получим ходы f4 ферзь e6 нападая на ладью h3 конь 1 на f2 ну как мы видим идея хода f4 заключается в том что ладья с h3 подключается к обороне теперь черные по крайней мере не могут взять на e3 есть другой сильный ход c5 в случае dc черные могут просто взять на c5 причем любой фигуры наверное сильнее всего конем белые не могут взять на c5 дважды по той причине что подвисает мат на e2 в то же время грозит вилка c5 c4 то есть белые должны трубить отбой возвращать ферзя на базу после fd1 черные подключают еще одну фигуру к атаке играют слон f5 после ладья g3 здесь конечно самый пожалуй эффектный ход всего этого варианта который без помощи движка конечно сделать невероятно трудно это ход b6 то есть казалось бы черные не хватает фигуры они должны каким-то образом поддерживать здесь огонь атаки на самом деле важнее просто подкрепить пешку на c5 и заодно лишить при случае белого коня поля c5 почему это важно станет понятно буквально через несколько секунд если здесь белые пытаются запереть королевский фланг путем g6 то черные играют c4 теперь белый конь с радостью прыгнул бы на c5 но этого поля у белого коня теперь нет он должен возвращаться на c1 и черные могут забрать на g6 после чего они выиграют вторую пешку за фигуру сохраняя довольно неприятное давление компьютер эту позицию оценивает как динамическое равновесие повторюсь вариант далеко необязательный тем не менее в качестве иллюстрации активных возможностей черных он неплох ну наверное пора заканчивать с рассмотрением редких ходов за белых и после сон d6 мы обратимся к главному продолжению а именно к ходу конь e2 то есть таким образом белые опять-таки препятствуют шаху с поля g3 конечно ход конь e2 выглядит по-человечески довольно неуклюже но он до сих пор приносил белым просто потрясающие результаты действительно не так легко здесь найти достойное возражение одна из тех пяти партий что есть в базе на тему хода конь e2 она была сыграна мной раз таки против немецкого шахматиста по фамилии колпы и в той партии сыграл 2-0 видимо это неплохой ход но для данного видео все-таки порекомендую другое продолжение потому что в партии мой соперник здесь отреагировал довольно удачно сыграл ферзь b3 после ферзи 7 видимо избрал не сильнейшее продолжение короля в 2 если бы он сыграл коней f4 мне пришлось бы очень серьезно напрячься чтобы не получить плохую позицию единственный точнее по крайней мере самый сильный ход здесь за черных это конь c8 возобновляя идею e5 дело в том что до этого e5 было невозможно по той причине что всегда после разменов подвисает конь d6 конь c8 конечно по человечески ход далеко не очевидный ну и большей проблемой с этим вариантом является тот факт что после слона e2 e5 да и конь e5 вот сильный ход король f2 я не до конца уверен что здесь черные могут полностью уравнять у них сохраняются динамические возможности скорее всего позиция неплохая но в полном равенстве я не убежден и компьютерные программы тоже в нем не убеждены после той партии мой соперник сказал что при подготовке он серьезно рассматривал за черных продолжение f5 и действительно движки считают что этот ход один из сильнейших по человечески мне сильно не нравится позиция после e5 конь d5 здесь простой ход стон d2 и да черные добились определенного прогресса они получили в свое распоряжение пункт d5 меня сильно смущает в этом варианте расположение слона h7 после слона e7 белые могут как просто сыграть g3 так и включить ход ферзь b3 ну и вот опять несмотря на то что компьютер считает что позиция после конь 7 b6 b3 примерно ровная мне кажется белковому шахматисту играть это будет довольно неприятно слон h7 не имеет будущего да белым очень тяжело придумать здесь конкретный план усиления позиции но у черных его просто нет по большому счету игра идет на два результата хотя конечно ничья остается наиболее вероятным из них но поскольку такая картина игры выглядит все таки достаточно незавидной после конди 2 я порекомендую продолжение которое в принципе уже испытывалось в в одной партии и причем даже с успехом до черных но большой теоретической ценности эта партия не имеет конь с4 также мне приходилось играть в блиц поединках в интернете до сих пор этот ход приносил мне 100% результат но опять таки по причине которая с реальной объективной силой этого хода никак не связана дело в том что ход конь с4 помимо того что это неплохое продолжение возможно сильнейший ход в позицию он еще ставит довольно интересную ловушку в которую человек который эту позицию видит в первый раз вполне может попасть особенно в партии с быстрым контролем вот можете поставить это видео на паузу и задать себе вопрос какое поле для отступления белого сна оно выглядит здесь наиболее естественно ну конечно же это поле f2 то есть таким образом белые могут зацементировать черные поля и ну в дальнейшем отогнать черного коня с c4 получить перевес на самом деле ход с фону это решающая шуткая позиция белых после этого проиграна проиграна она после несложного удара который тем не менее необходимо запомнить это конь бьет b2 ну и оказывается что слон бьет b2 он отнял у белого короля единственное поле для отступления в случае в случае 2 слон b4 приходится отдавать либо ферзя либо обоих коней если же белые пытаются здесь каким-то образом минимизировать потери то все равно поступаем d3 ферз d3 слон b4 мало того что у них не хватает пешки так еще и позиция ужасная не стоит давать что черный следующим ходом мокот добавить и конька путем f5 возможно стоит сыграть f5 сразу в любом случае позиция белых ужасна поэтому единственным разумным подражением в ответ на ход конь c4 является слон g1 тем не менее после слон g1 не совсем понятно зачем черные выпрыгнули конем на c4 да таким образом они смогли напасть на чернопольного слабилов но вот он ушел на безопасную клетку кажется что белого коня точнее черного коня сейчас отгонят причем скорее всего путем ферзь b3 они придут возвращаться на b6 и в итоге белые как минимум выиграют пол темпа на самом деле ситуация далеко не так очевидна черный просто ахирует и вот здесь не так легко опять таки точнее предложить следующий ход за белых легко но он приводит к весьма неясным последствиям дело в том что если сыграть b3 это пожалуй одно из самых слабых продолжений за белых просто конь отступает на b6 и оказывается что таким образом белые отняли у себя важную идею ферзь b3 то есть они теперь не могут оказывать давление на черного коня b6 но черные в будущем проведут один из перспективных планов то есть либо ферзь c7e5 либо f5 пожалуй f5 кажется наиболее вероятным в любом случае у белых здесь проблемы причем проблемы серьезные даже уравнение кажется весьма неочевидным значительно более опасный ход для черных это ладец c1 но на ладец c1 черные могут отреагировать так же как и на основное продолжение ферзь b3 а именно сыграть b5 то есть да черный конь с c4 в любом случае будет отброчен но зато черный успевает наладить конкретную и довольно опасную инициативу на ферзьем фланге которая также способствует тот факт что белому королю нужно точнее белому нужно сделать очень много ходов для того чтобы барахировать или по крайней мере распятать короля в безопасное место после b5 конечно критически важное продолжение это b3 то есть все-таки коню приходится отступить c4 и мало того белый еще выиграл от пешкин c6 тем не менее после сильного хода конь a3 на c6 еще одного сильного хода ферзь b8 пожалуй все это нужно запомнить но если черные воспроизводят все ходы вплоть до этого момента то мне кажется что в дальнейшей борьбе их шансы выше да движок считает что после аб конь b5 слон e3 ферзь b7 ладья c1 ну вот например ладья f на c8 движок считает что шансы черных здесь достаточно только только для того чтобы уравнять но не более на самом деле по-человечески белым без развития с плохим королем на e1 и с большим количеством скрытых диагоналей и вертикалей на ферзь фланге в центре белым здесь будет очень тяжело не проиграть эту партию ну на самом деле в той в той единственной партии которой эта позиция в стоять властной партике была сыграна ферзь b3 ну и вот черные ответили b5 и опять-таки компьютерные программы не сразу это понимают но на самом деле у черных здесь есть полноценная полноценная контрагра и на самом деле белым нужно соблюдать очень большую аккуратность ну по сути белые практически обязаны здесь принимать жертвы брать на b5 потому что в том случае если они этого не делают опять-таки не совсем понятно что же им что же им делать взамен потому что конец c4 пока закрепился ферзь на b3 в том случае если белые не берут на b5 расположен весьма неудачно потому что он препятствует идее b2 b3 таким образом конец c4 сбить невозможно у черных такие стандартные идеи ферзь e7 e5 какой-то амент c5 какой-то амент или может быть f5 то есть вот например сделаем слабый ход за белых слон f2 в ответ черные делают сильный ход ферзь e7 и их шанс значительно выше поэтому после b5 белые должны брать и здесь у черных есть аж две хорошие возможности обе из которых обещают пожалуй более чем достаточную компенсацию за пожертвованный материал здесь можно сказать конь d на b6 ход очень интересный но все-таки я его не делаю свои основные рекомендации тем не менее и здесь у черных у черных отличные атакующие возможности они хотят сыграть a4 следующим ходом после чего они отыграют пешку и получат очень большой позиционный ферзь то есть белые обязаны проявлять жадности дальше обязаны брать на c6 a4 ну к примеру ферзь c2 да у белых две лишние пешки но одна из них отыгрывается почти сразу после конца 3 ферзь c6 у черных довольно мощная инициатива конца 5 здесь черные могут сделать сильный ход для f на b8 создавая в будущем создавая довольно серьезные неприятности для белых на поле b2 и вот уже сейчас движок считает что белым чтобы поддержать себя на плаву следует сделать не самый очевидный ход ладья a2 таким образом на будущее защищая пешку ну и вообще пункт на b2 хотя b11 той же идеи намного слабее потому что во-первых белые подставляются под слон на h7 во-вторых у черных появляется очень сильная идея a3 то есть если же защищать пешку на b2 то лучше это делать именно с поля a2 ну вот на секунду может показаться что белые стабилизировали ситуацию сейчас играют слон f2 потом слон e2 2 0 и приступят к реализации своего лишнего материала ну здесь черные могут нанести удар с другой с другого фланга и этот удар очень сильный они могут стрелять f5 опять-таки стандартная идея для этих позиций но в данной ситуации белые явно не лучшим образом расположены для того чтобы иметь дело с этой идеей скорее всего они должны пытаться срочно зацементировать центр путем слон d3 после слон g3 король d2 можно нанести еще один мощный удар теперь с другой стороны а именно a3 поэтому дело что как и многие другие этот вариант не является вынужденным но тем не менее он неплохо демонстрирует конкретные конкретные идеи черных динамические идеи черных ну вот после b f сильнейшее взятие за белых здесь это конь 3 e4 ну и после коня 3 получается достаточно интересная позиция у белых сохраняется лишняя пешка у черных сохраняется мощная активность их конь идет через d5 на f4 или на b4 ну и опять таки в реальной партии двух белковых шахматистов белых должна ожидать непростая оборона пожалуй еще сильнее в ответ на b5 ab просто взять на b5 после чего большая часть проблем перед белыми все еще стоит то есть на данный момент материальный равен с такой на c4 закреплен вроде бы белые должны брать на b5 после конь d на b6 оказывается что да у них на какое-то время личная пешка но х5 расположен неудачно еще хуже расположен король на e1 то есть видимо сильнейшее положение на c1 то есть черные могут довольно подчеркнуто скажем так игнорировать угрозу каньи на c4 сильнейший ход это a4 фиксируя слабость на b2 а также в вариантах создавая идею a3 после которой вскрывается еще одна во-первых вертикаль а во-вторых третья горизонталь для черной ладьи ну и после ладьи c4 пань c4 ферз c4 следует еще один сильный ход ферз b8 который создает дополнительную идею ладья f8 на c8 поверьте мне эта позиция для белых в практическом смысле крайне тяжелая но даже ее объективная оценка такова что белые должны бороться здесь за уравнение ну и вот на этой довольно позитивной ноте я считаю что разбор варианта с ходом h4 можно признать законченным вариант повторюсь опасный до черных с весьма нестандартными идеями которые в других позициях возникающих в варианте соколова не встречаются но скажем так какое-то оружие против хода h4 иметь необходимо повторюсь что он приносит белым по крайней мере на текущий момент очень хорошие результаты на практике тем не менее мне кажется что вот в данном видео которое вы только что посмотрели представлен довольно неплохой способ бороться с этим ходом и я ожидаю что в ближайшие 5-10 лет результаты черных в ответ на ход h4 они значительно вырастут всем спасибо за внимание с вами был Никита Петров и нябр и нябр нябр